Ты говоришь, что ты тупой, ты там, ты урод, ты там, говорить, разговариваешь. Если так все хорошо пойдет, будем побеждать, мы хотим вот сейчас затащить хардкор в Баку и там провести какой-нибудь принципиальный бой. Да, все как раз в ссор, да тебя надо просто замыться, начать ты. Шатые деньги будут. Единственные. Не совсем получается, Джокер. Переигрывает, да, переигрывает, есть у него флаг. Если человек такой, то значит он такой, как бы, это... Ага. Ну вот, бэш, шамстаня манаванас фанцайфэс, ой? Там, ну, бельмэлям, бэш. Нет. Он бэш кақарши, да, да, уехал. Он пришел, он разу, он пошел. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Сеймур, привет, саламу алейкум. Салам алейкум. Сеймур, бутэм. Сеймур, спасибо, спасибо. Кабир, у нас тут есть комманды есть. Имаанав тим. Чайная у вас есть здесь? В, да. Субтитры сделал DimaTorzok Речь зашла о Шамистане, да? Она давно зашла. Она просто не может отсюда выйти. Мы всю жизнь рассказываем про Шамистану. Шамистан приходил к нам в зал, тренировался как-то. Кстати, Гады, как он в жизни, в обычной жизни? Он такой же, как на камере? Нет. Он такой обычный парень. Он был блогером в Азербайджане, насколько я понимаю. И вроде примерно так бывает. У него вообще-то очень воспитанная Азербайджанская семья. Я знаю отца его, сестру его. Очень такие добропорядочные, добросовестные люди. У него просто... Я знаю, что у него другого выхода нет. И он вынужден себя так вести. В каких-то моментах перегибает. Мы ему делали замечать, что Шамистану не надо грубить, оскорблять никого, если ты не можешь за это. Я говорю, не оскорбляй, но играет Джокера. Нравится тебе Джокер. Играй, говорю. Получается, играет. Зарабатывает деньги. Единственное... Не совсем получается Джокера играть. Переигрывает. Да, переигрывает. Есть у него плохие привычки, если он откажется от них. Не знаю, блин. Короче, найся. Найся. Да, давайте обойтся. Да, мы фонсорки его фону. Брат, я что скажу. Тут хочешь... Хотим ли мы или не хотим, мы вынуждены его смотреть. Потому что он сейчас уже потихонечку, потихонечку уже... И... Я не смотрел. Я так скажу. Я так скажу. Не знаю. Может, кто-то смотрит. Я смотрел его бой последний. Вот со шведом. Да, конечно, там уровень двух алкашей там со двора. Ну, я как думаю, если мы этому человеку сесть и... Объяснить. Ну, не знаю. Не хочу даже. Не хочу. Да. Все равно. Да, поэтому давайте не будем, как бы. Тёмно. Я вообще против того, чтобы кого-то что-то учить, как бы. Если человек такой, то значит он такой, как бы. Это же не 16 лет, там, 15-16 лет, пацану, чтобы что-то объяснять. Там, я, ну, открыто говорю то, что я и Джавида некоторые поводки не нравятся, там, и там, и Сеймура, и кого-то еще из бойцов. Но я не собираюсь там учить, там, жить. У каждого в доме был отец, который какие-то были не такие отношения с каким-то из пяти, там, из семи братьев. Понимаешь? Это во всех семьях было в азербайджанской. Или который, там, не любил брата своей жены, там, или еще что-нибудь. Это наш менталитет, это наша крови. Каждый из нас выбирает свою жизнь и живет так, как он ее видит. Просто есть такие моменты, когда, знаешь, все-таки можно послушать то, что со стороны говорят. А как вот, например, а ты бы послушал бы других? Поменял бы, подведет, и если ты посчитал бы это не объективным, как бы, человек к тебе приходит, говорит какое-то мнение, вот, не занимайся журналистикой, это не твое. Я так скажу. Я всегда открыт в критике, но когда мне кто-то что-то говорит, я никогда отрицательно не реагирую. Я говорю спасибо за критику, я подумаю. Я если вижу в этом смысл, если мне кто-то говорит, что это реально выявляет... Я понял о чем-то. Просто есть две разные критики. Это когда ты не за дело, просто ты как хейтер, там, человека, как бы, обсираешь, да, ты говоришь, ты тупой, ты там, ты урод, ты там, говорить, разговаривать не умеешь, это не твое, там, или ты драться не умеешь, это не твое. А другое дело, когда есть объективная критика, конструктивная, да, то есть человек видит, что, ну, блин, это так не должно быть, наверное, и он тебе это говорит, как бы, да, и ты можешь к этому прислушаться, конечно, а можешь и нет. Да, конечно, просто есть какой-то определенный формат поведения, который должен вести себя, там, наши парни, безимый лят и мисс, ну, мы также должны понимать, что половина из них, они живут, я шил арбурда, и как-то ты хочешь, не хочешь, у них меняется вот этот вот, понимаешь? Да, у всех есть что-то такое, знаешь, к чему можно подраться, и у меня есть, и у тебя есть, и у Рафата есть, поэтому... Больше всех у меня есть. Вот это поворот! Я знаю, вот я знаю, что ты вот скромный парень, скромный, верующий парень, про Симур, про тебя, когда ты даже первый раз приехал к нам в Саратов, Симур, я хотел тебя на вечерюку позвать, Симур говорит, не зови его, он вообще, он не такой, как там, он верующий такой, он скромный, хороший парень, там, туда-сюда, он говорит... А тогда, может, и согласился бы, если честно. Есть, наоборот, другие парни, вот такие, как мой брат, которые всю свою жизнь тусовались, после тусовки дрались возле клубов, устраивали всякие там, я не знаю, там, ну, такие вещи, он такие к нам проблем домой приносил, Джавид. Да, он рассказал, да, кстати. Да, и то есть, я говорю, вот это поп-ММА, оно для тебя, Джавид, ты рожден, чтобы там быть. Ну, да, согласен, есть моменты, которые не всем нравятся, ну... Это кто сейчас был? Бля, ты добавляешь, нас спрашиваешь. Я думал, это ваш... Я думал, это ваш подпочек. Нет, а ты спроси сначала. Зачем он зашел сюда? Ну, у нас есть, у нас есть планы затащить хардкор в Баку. Это, это хорошо будет. Я с удовольствием приду, посмотрю. Да, брат, мы очень этого хотим. Сейчас надо просто порвать там пару. Если так все хорошо пойдет, будем побеждать. Мы хотим очень затащить хардкор в Баку и там провести какой-нибудь принципиальный бой. Сейчас сказали ирландцы по кулачке. Если так все хорошо пойдет, будем побеждать. Мы хотим очень затащить хардкор в Баку и там провести какой-нибудь принципиальный бой. Против того же Цыгана или какого-нибудь Джохара Меджидова. Я тебе знаю, что скажу. Здесь сюда затащить хардкор будет тяжеловато. Во-первых... В хардкоре много азербайджанцев. Почему? Не, я знаю. Смысл здесь делать хардкор? Они не соберут такую кассу, чтобы они там делали. Послушай, есть 5-6 человек азербайджанцев после хардкора, правильно? Это тот же самый... Как его зовут? Парень из Самары, по-моему, забыл. Эль-Нур. У него оно. Эль-Нур. Потом еще есть Кремень. Вот. Джай-Вид там тот же самый. Есть... Эмиль Наврузов. Также есть парень, вот по ММА, взрослый, который Шофала выигрывал. Забыл тоже, как его зовут. Ароса-Памир. Да, вот он. Очень много азербайджанцев в хардкоре. Очень много азербайджанцев. Я с тобой согласен. Да, если они там предложат какой-нибудь бой Рафаэлю Агаеву. На кулачке? Не знаю. Трудновато будет. Здесь я не думаю, что кто-то выйдет на кулачку, потому что, знаешь как, продакшн не тот будет. Это все надо сюда перевести. А я думаю, что скоро появится в Азербайджане промоушен по кулачке. Потому что Казахстан уже появился. И я думаю, скоро и в Азербайджане появится. Я бы был против. Это плохая тенденция. Я сейчас посмотрю, что происходит в Казахстане на конференциях. Это сумасшествие. Но это вообще неправильный пример. Хотим мы, не хотим. Это будет, брат. Это в любом случае. Я понимаю, что да, есть такая как бы, ну, закономерность. Распространяется эта идея. Но это будет очень плачевно. Потому что спорт это... Для меня спорт это когда ты смотришь там дисциплина, профессионализм. Хороший пример там для всех. А есть другой момент, когда все друг друга засирают. Какого ты года рождения? Какого ты года рождения? 1993. А 2004-2005 годам это нравится? Ну, я так об этом и говорю. То, что это как бы, ну, этим 2004 годом рождения детям нужно, ну, чуть-чуть другие ценности преподносить. Я сейчас скажу. Я очень люблю свою национальность. Горжусь своей национальностью. Очень люблю Азербайджан. Сам был много где и во многих странах был. И одну передачу смотрел, как парень ездит по, ну, по Советскому пространству. И снимает не хорошие там места образно, а ездит в глубь, там, в деревня ездит. И я видел про Азербайджан, зашел, начал смотреть про Азербайджан. И он поехал в деревня. Я бы даже хотел бы, если вы не против, на своем языке сейчас эту речь сказать. Что я хочу сказать, мысль свою. Я хочу сказать, что он поехал в деревне, где-то, 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 где-то. Это, где-то, 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 где-то. Вот тут нужно Понимаешь Как-то внедрять А спортсмены Это все Явно не те люди Которые дают пример Мы смотрим Нравится Главный просмотр в ютубе Это самое главное Это смотря на что ты Ориентируешься Если брать Главное просмотр То поверь мне Можно такое сотворить Что я сейчас тут голым выйду Поверь мне Такие просмотры соберут Такое все опять сделаешь Это просто будет исторический момент Почему большинство людей Не могут достигнуть успеха Потому что есть сдерживающий фактор Допустим есть бизнес Который очень хорошо приносит доход Сейчас это допустим табачка Все мои знакомые открывают табачку Где бы они не были И они очень хорошо зарабатывают И к нам сюда еще присылают Ментально они говорят Слушай нет Это там Плохо грех Здоровье портит Я не буду Понимаешь Это смотря Как ты смотришь Если ты Говоришь Что вот В одной сфере Допустим Там Вот люди все равно Там ауе кричат А вот давай мы еще Извини меня Да Мусор им в голову Еще там Через бои будем Засирать друг друга Не уважать Никакие ценности Чтобы они там Вот Вот такое пример Преподносить Я тут не согласен Если у нас там Бармагмоз Я радусь Это не значит Что мы должны Себя вообще изрезать Понимаешь Да Есть плохие моменты Я не говорю Очень плохо Собственно Башка Кавказ Безда Уздан Грах Лара Я не знаю Брат Я не знаю Что начинаю Беряну Уздан Грах Понимаешь О чем я говорю Уздан Грах Конечно Да Для наших Это уже Обычно Окно Овертона Брат Есть такое Понятие Типа Если что-то Для тебя Плохо И Это Тебе Транслирует Каждый день Каждый день Каждый день Если бы это нормой становится Если бы это уже все Как бы Часть твоей жизни Ты думаешь Ну блин Это нормально Уже все так И ничего не изменить Поэтому Я считаю Что если Да У нас есть Образоверенно Огромные проблемы Но это Абсолютно не значит Что можно Привозносить Туда Еще Одно Звездо Лучше Будет себя плохо Вести на этой конференции Но пусть умирает в зале Лучше Пусть они так Чем они Вот я еще раз говорю Вот ходят Там вот это Памятники Там таскают Каким-то криминальным Авторитетом Цветы Еще что-то делают Я вот этих моментов Вот не понимаю Он лишний раз Не матери свои Цветы носит Там могилу Там или отцу Или дедушке своему Или прадедушке Он даже не знает Где его прадед Но он относит там К какому-то криминальному Авторитету Я вообще к этому миру Не отношусь Но он относит цветы И другие его друзья Сбоку Снимают его на камеру Подставляют музыку И выкладывают в интернет Вот этих моментов Нужно Убирать Как бы Абсолютно согласен Это да Это да Это даже одно Вот этих моментов Понимаешь Там Толкай Держи Крики Вот эти там Я не знаю Там Поэтому Пускай будут бойцы Которые не делают Трешток Чтобы ты Заходил Брат На них Смотрел И пусть будут Те Которые делают Трешток Они То без них Тоже Никуда Но таких Как Шевистанов Чтобы Не надо Жефа Тебе уже Спать пора Разложился Не Мне просто Парень С Крикистана На меня Подействовал Верните Его Пожалуйста Не Я С вами На 90% Согласен Лучше Не знаю Лучше Так себя Не вести Или Ты Себя Так Ведешь Выигрывай Как Конор Макграга Риджи Не вести себя Так Брат Понимаешь Это же Твое имя Это же Твое лицо Это с тобой Навсегда Как ты Покажешь Не знаю Это О тебе Мнение Я понимаю Что многим Там Кофиг На твою На твою Что-то думает А сейчас Мир такой Сейчас Мир такой Что он Вынуждает Тебя Становиться Тем Что тебе Все равно На чужих Ты Главное Телепровица В боксе Мурадалиф Выиграл Очень крутого Боксера Это Ты знаешь Мурадалиф Габель А вот Недавно Был по боксу Поединок Супол Да Мы про это С этого Рустана Камил Такая шахта Да Хороший парничка Ахешка Вот этот Ниджак Тоже Отличный парень Есть еще Один Гасан Тоже Такой Хороший Анис Как думаешь Мурад Девашка Пойдет в гору Или это Разовая акция Была Брат Честно Я не знаю Я не могу сказать Что будет Но Человек Выиграл Очень сильного Оппонента Прям Ему шансов Не давали Он его И пошел Уверенно Нокдауном То есть Да Нокдаун Крутого Тащит Тащит его Да Я Насчет Боя С Джирионто Говорился Он просто Джирионто Пока говорит Что типа Сука Са маленькая Но мы Его Выбьем Боя Мурад Уже Готов Он газует Сулянов Обещал Братцам По Сто тысяч Рублей Но Джирионто Сказал Что Это Мало Он еще Обещал Что Бонусами Даст Тульские Пряники Но Нам Нафиг Если Тульские Пряники Не нужны Тут Один Гагаш НЗП Пишет Что Турция Конуш Не знаю Почему Мы Должны Турция Конуш Мах Что Это Вообще Значит Это Он Говорит Что Говорите По Турецки Что Мы Скажем Как Кабина Редактор Мне понравилось Турц Типа Блин Посмотрим Братц Ты че Фанат Это Сеймур Фанат Или Его Фанат Я че Турц Сев Пишет Фанат Нет Он пишет Я его Фанат Про Каю Говорим Он Говорит Я Его Фанат Тоже Он Бой Фанат Только У меня Фанат Ну все В принципе Все тарелли Тоже Обсудили Всего хорошего Вам Очень было Приятно Познакомиться И Позаимно Мне тоже Очень было Приятно Давайте Все Салли Кабри Вам Удачи Будем ждать От вас Хорошего Приглашайте Мне очень приятно Всегда Такие темы Все Добро Все Добро Иншалла Еще на связи Все Брат Связь Доброй ночи Салам Алейкум Сахар 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 Продолжение следует...